В свое время посещая подразделения пограничного комитета пограничных войск, мы договорились с вами по ряду вопросов, в том числе и по переименованиям, начиная от переименований и самого комитета, и заканчивая штатной численностью. Сегодняшний вопрос как раз уходит корнями в тот анализ, который мы осуществляли тогда на границе. Тогда речь шла в том числе и о какой-то модернизации пограничных войск, в том числе и по численности создания новых подразделений в связи с тем, что нам приходится закрывать украинскую границу прилично, ну и более эффективно работать по другим направлениям. Численность там больше тысячи человек, но дело даже не в том, что вы предлагаете численность увеличить. Вопрос в том, надо нам эта численность, которую вы предлагаете, это увеличение, или же мы обойдемся меньшей кровью, то есть меньше увеличим численность. То есть, ну не должно быть так, проси полторы тысячи, даду тысячу. По каждому человеку, по каждому человеку мы должны определиться. Нам надо посмотреть и численный состав, и структуру нынешних пограничных войск. Может, там у тебя слишком много заместителей и разного рода управленцев, а меньших штыков где-то, поэтому за счет этого перераспределения. То есть, надо очень серьезно к этому подойти. И сразу скажу, что механического решения по повышению численности с моей стороны не будет. Посмотрим, если, допустим, мы приняли решение иметь в пограничном отраде, к примеру, или группе, маневренную группу, как это было у нас с тобой в советские времена. Мангруппы были везде. Это боевая единица, которая перебрасывалась на укрепление любого участка границы, проведение других мероприятий. Кулак такой должен быть, не оспариваемый. Если это численность, там будет 80 человек или 60, значит, посмотрим по каждому человеку. Начальник маневренной группы должен быть, должен, и заместитель у него, конечно, должен быть, но ни в коем случае не 4 и не 5. И если мы увидим, что да, вот такие подразделения нужны, да, они должны быть такой численности, такой они будут. Там, где надо, мы...